Репетитор для папы. Родители российских школьников начали нанимать себе репетиторов, чтобы помогать детям осваивать школьную программу. Более двух третей родителей признались, что не всегда понимают домашние задания своих детей. Тратят папы и мамы на свое переобучение в районе 140 тысяч в год, подсчитали эксперты системы образования. Наибольшей популярностью среди школьных предметов у родителей пользуется английский язык. Его изучают почти каждый четвертый и один урок в среднем стоит полторы тысячи за час. На втором месте русский, а потом следует математика. И эти предметы стоят примерно тысячу за час. Скоро надо будет и по музыке брать дополнительные уроки, но не из-за того, что детей слишком хорошо учат. Но наоборот, чтобы самим восполнить пробелы школьной программы. Моцарт, Бетховен, Чайковский и Римский Курсаков. Фамилии эти знает, пожалуй, каждый человек на планете. Вот только что, если знанием фамилий все и ограничивается, мы решили проверить уровень музыкальной образованности россиян. Есть какие-то любимые композиторы? Композиторы? Моцарта люблю. Первое произведение? Я думаю, что это Бетховен. А это кто написал? Это случайно не Римский Курсаков? Вот так и смешно и плакать хочется. Ни одного произведения любимого композитора так и не было угадано. Москвичка и многодетная мама Елена Шустова уверена, все из-за того, что в школе слишком мало внимания и времени, уделяют урокам музыке. Так у ее девятилетней дочери Даши на изучение классических произведений есть всего лишь один час в неделю. Да и тот тратит непонятно на что. Хотелось бы изучать больше классической музыки, потому что в школе ее дают очень мало и часто мы уделяем больше популярной музыке, поем очень часто, но хотелось бы больше. Хотелось бы больше классической, вторят маленькие девочки и ученые. И все дело в том, что изучение правильных музыкальных произведений не роскошь, а буквально необходимое средство для развития детского и подросткового мозга. Дело в том, что развивающийся мозг, который образует связи, если в эти связи будет записан некий опыт детский, музыкальный, этот опыт в дальнейшем, этот ребенок будет воспринимать как навык некий, узнавать эту музыку. И, конечно, ему это пригодится. Любая сложная музыка, особенно классическая, требует больших затрат, в том числе больших затрат для поддержания этой музыки в памяти, возобновления, обновления, то есть бесконечного переваривания. И ведь работой этой можно заниматься с удовольствием. В московской школе 1259 уроки музыки совсем не такие, какими мы привыкли их представлять. Они поют. Добрый, смел, тот и есть волшебником. Играют на музыкальных инструментах. Еще в программе изучение биографии великих авторов и, разумеется, прослушивание их музыки. Только такой комплексный подход может дать отличные результаты, уверены преподаватели. И не просто голые рассказы, а деятельностный подход детей к музыке, чтобы они попробовали, пощупывали, как занялись творчеством, занялись импровизацией, пластическими движениями под серьезную классическую музыку. Они меняются, они становятся глубже, у них появляется интерес и не только к предмету музыка, но и к другим предметам тоже. А значит, такие уроки музыки необходимо вводить в каждой школе. Только так мы сможем воспитать умное и по-настоящему образованное поколение. Продолжим тему с директором Института художественного образования и культурологии Российской Академии Образования Екатерина Акишина. Екатерина Михайловна, доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Ну вот есть же учителя по музыке, у которых глаза горят, вы интересные, полезные вот эти занятия. А есть и таких большинство, которые, ну, как-то так несерьезно к своему делу относятся? Хотя мы все согласны с тем, что музыка – это необходимый предмет, который нас обогащает во многом. Вы абсолютно правы. Действительно, есть уроки музыки в школах, где учитель музыки и не является профессионалом. Есть такие моменты. Но все-таки у нас была утверждена концепция на коллегии Министерства просвещения, где значительная роль отведена профессиональному становлению будущего учителя музыки. И тогда уроки будут настоящими. Как правило, урок музыки становится фикцией тогда, когда в администрации школы не может найти профессионального учителя музыки. Да, это так. В последнее время говорят, что музыкальному образованию будет деляться больше внимания. Что конкретно имеется в виду? Это как-то будут акцентировать на каких-то композиторах внимания или что-то другое? Как раз что в концепции прописано, которую утвердили? В концепции преподавания предметной области искусства заложено три предмета. Это изобразительное искусство, урок музыки и мировая художественная культура. Урок музыки, конечно, будет базироваться на фундаментальных основах. И это прежде всего наш байз – это музыкальная классика. А как детям преподнести всю классику, чтобы это было интересно? Есть у вас, может быть, какой-то универсальный урок? Как он должен протекать? Сценарий универсального урока? Ну, прежде всего, урок музыки достаточно индивидуален и вариативен. У нас очень много интересного опыта. Это создание различных проектов, например, «Дети на оперной сцене» или «Музыцирование для всех» или «Пластическое интонирование», где дети не только слушают музыку, знакомятся с композиторами, но они прочувствуют ее благодаря тому, что они находятся внутри этого музыкального содержания. Каким образом? «Дети на оперной сцене» предполагает не только изучение классической оперы. «Дети разучивают классом хоры, фрагменты из опер, арии, а потом, как результат работы, что интересно, они выходят на настоящую профессиональную сцену и работают вместе с настоящими артистами в спектакле». Вот это здорово. Вы правильно поняли, что в новую программу хоровое и сольное пение даже планируют включать в экзамены? Просто насколько это необходимо, мы помним, да, у меня тоже голос, я тоже петь хочу, да, но в то же время кого-то, может быть, голос есть, но нет слуха, зачем всех-то заставлять сдавать экзамен по пению? Во-первых, когда ты поешь, ты получаешь огромное удовольствие. Это да, вот окружающие, может быть, не всегда. Песня строить и жить помогает. Пение очень важно, потому что оно не только развивает артикуляционный аппарат, стабилизирует осанку, развивает диафрагму, легкие, но прежде всего это самый демократичный и коллективный вид искусства – хоровое пение. Но я со всей ответственностью могу заявить, что, конечно, никаких экзаменов или всероссийских проверочных работ по предмету музыки не было и не планируется. А вы бы вообще, вот как профессионал, хотели бы, чтобы они были? Какие-то проверочные работы? Ладно, петь, ну хотя бы знать, слышать музыку, знать, кто ее исполняет? Мне кажется, что всероссийские проверочные работы именно по самому предмету музыки, который не предполагает исключительно пение хором, конечно, необходимы. Спасибо. Спасибо большое. Мы говорили с директором Института художественного образования и культурологии Российской академии образования Екатериной Акишиной. Всего вам доброго. Спасибо.